Казался, ничего не получается. Давай, как я куплю участок? Не знаю. Ну, это самое. Давай, что мы хотели растения обозреть? В общем, друзья, я тут пришел, но Макс говорит, растений много завезли. Давай обозревать. В общем, вот эта фигня называется... Ну, растения достаточно крупные. Это называется рододендром. И это такие вот здоровые-здоровые, короче, красные цветы. Вот их в парках садят. Здесь много парков. Есть даже целые парки, только этими засаженные, так и называются, парки рододендронов. Короче, они по 30 баксов. И это все вот эти варианты просто отличные. Вот это, конечно, не очень, потому что это какая-то малина, но она, видите, какая-то хитрая. Малина-клубника или что-то типа того. Но тоже за большой достаточно куст 20-ка, но вот та 30-ка аж за целое дерево. Ему сколько лет? Не знаю. Вот. Потом здесь тоже малины идут. А вот это вот самое интересное, блубери. То есть это вот эти здоровые такие голубые ягоды. Вот. И здесь их три разных сорта. Тут есть блуджей. Потом тут есть блубери спартан. И вон еще есть блубери патриот. Короче, там уже, вот там еще, может, какие-то есть. Я все не искал, но вот минимум три вида есть. Потом здесь есть вот такие, которые типа в горшках растут. Ну, наверное, тоже пересадить можно. Потом... Это что? Это мы не смотрели. Какие-то цветы. Не знаю. Просто цветы. Вот. За 15 баксов. Но их там много. Видите? Есть белые, есть синие. Есть розовые. Тоже посадить. Вот. Но самое интересное, вот эти елки, они по 25 долларов, ну, друзья, размер. Например, вот эта елка. Я не знаю, если я даже стану на поддон, вот. Она все равно будет еще выше меня. Я не знаю, на метр, наверное. Макс, ну что? Все? Все, ты чернику показал? Черника. Конечно. А с той стороны есть что-то? Подожди, ну, а блубери, это разве черника? Это же, по-моему, голубика. Блу. Голубой. Голубика, да. Голубик, а не черника. Черника, это блэкбери. А, кстати, блэкбери, это ежеби, а не черника. Да, видите, это как за черника. Слушай, так а тут еще больше всяких растений. Это цветы просто. Ну, вот это вот вообще комнатные. А, нет, это не комнатные. Слушай, у меня что, такая же дрянь растет. И вот такую маленькую садишь, она, блин, просто разрастается, как зараза, весь огород зарастает. Надо ей поливать. И вот, смотрите, какая вот красивая, собственно. Вот такая у меня уже есть. И вот женщина купилась. А вот, посмотри, вы понимаете, фонтан продается. Женя, фонтан. 219 долларов. Слушай. А вот наружу фонтан. Отличная вещь тоже. Его можно декорацией камнями обложить. И будет все в камнях. И там еще можно допустить пару карасей. Да, потому что так он, как какая-то могила выглядит. Не, его, это просто, как бы, макет, как бы, каркас. Ты его... Ну да, ты его, это, можно, как такую гору сделать. Из горы такой водопад. Там, не понимаешь, у нас есть камни, и тут камни. Конечно, оно же еще обрастет растениями, и будет, как водопад. Водопад на травме, да. На Гавайях выглядеть. На электричество, наверное. Так я не пойму, а кто такой вот этот бокс-вуд? Вот бокс-вуд, и вон там еще эвни-мус какой-то. И вот еще здесь такие. Это пожарская часть, они знают все. Ну да. Давай, к лодке моей пошли, вот. Что? Каят, посмотри, хороший. А, так ты две взял? Нет, каяк один. А, слушай, ну это маленький, Макса, есть больше? Нет, это один такой. Так а что маленький? Нормально, мне пойдет для начала красный маленький. Слушай, а сколько стоит? Машина, 299. 300 баксов. Это же недорого. Слушай, а как ты на нем плавать будешь? Это же каяк, в котором внутри надо сидеть. Ты охренеешь. В смысле охренеешь? Ну, это не такой каяк, как нормальный, это внутренний каяк. Да как у тебя такой же был? Не было у меня не такого, у меня нету этой дырки. Ты что, не видишь тут с дыркой? А где пошли отдел каяков посмотрим? Мы пошли. Тут никто не украдет. Да нет. Я на нее плачу. Вот сюда. Вот это твои деревья? Да. Так может их как-то пометить, что это? А, ну там мешки стоят. А то подумают, кто-то поставил, а что? Помнишь, как твою тележку в Home Depot украли с товарами? Да. Ну, я-то не оплатил. Ну, и эти же ты тоже не оплатил? Они просто выложили товар, там было немножко, лежало. Они по-хитрому. Вот там вот каяки. А то, мне кажется, вообще не продавцы, а просто не было тележек, кто-то из покупателей забрал. Да, малые люди. Я знаю, люди везде одинаковые. Короче, тут еще есть мебель, вот садовая, можете себе поставить такую во дворе, там сидеть летом, когда жарко. И рядом жарить мангалы, вот, кстати. И вот все лавочки, они все, вот и пух. Макс, ну вот здесь ты еще не видишь вот эту дырку? Ну, а как ты еще? Так у меня же нет такой дырки, у меня же ты сидишь прямо сверху на каяке, а здесь ты как залазишь внутрь. То есть, если мой каяк перевернется, ему пофиг. А если этот перевернется, он же затонет сразу. Что он зато, он же легкий. Ну, не знаю, если тебе удобно в таком будет плавать, то бери. Ну, на первое время, это же не навсегда. Ну, я бы, честно тебе говорю, я бы не брал. Зато смотри, какой у него спереди для наживки. Отсек. Отсек для наживки? Ну вот, сюда положил червей. А что внутри в этой? Внутри ничего. А, это типа, чтобы ты там... А, это, ну, провод какой-то сюда. А, слушай, это скорее всего для этого, для GPS-а. Ой, тьфу, для радара, для фишфайндера. Ты его ложишь сюда, сюда пропускаешь провод, а под этим у тебя лежит батарея. Ну, класс. Да нет, нормальный для начала. Сзади здесь поставишь кулер. Женя, если я его не куплю, сейчас его просто раскупят. Ну, тебе надо еще эти, как они... Блин, ну в Волмарте бы глянули. Тебе надо еще эти... Сюда прорезать эти... Ну, давай не буду спешить, в Волмарте вы сейчас заедете. Под удочкой. И в Волмарте... Ну, я тебе говорю, Макс, это совсем другой каяк. Я на таких никогда не плал. Цена, ну, нормальная, но это не дешево. Это просто его обычная цена. Вот шляпу, если, кстати, на каяк тоже бери. Так что, заедем в салон? Так это женская. Это женская шляпа, нет? Она, по-моему, унисекс. Да ладно, идем. Если каяк не берешь, все, шляпу брать. Нет, так мы заедем. О, смотри, здесь веревочки есть, ковбойская. Нет, это не ковбойская, это как раз для каяков, для лета, для калорийной хорошо. Каролины хорошо подойдет. Эскейп это имеется в виду... Убежать. Убежать от солнца. Да. Побег. Тень всегда и везде. Ну, давай, вот так привезем обратно. Волмар заедет туда сейчас? Я хочу купить каяк. Нет, ну так в Волмар туда полчаса ехать, самый близкий. Ну, так и что делать? Ты ставка, а если я сейчас не куплю, опять распутать все. Ну, можно заехать, посмотреть, но, блин, проще было бы позвонить, спросить, есть они там. А мы субботу поедем уже на каяках, может быть. Нет, я говорю, давай сейчас просто вот это купим, потом позвоним в Волмар, спросим, есть там каяки или нет. Потому что ехать полчаса туда, полчаса обратно, если нет... Ну, конечно. Ну, все. Ну, как сейчас, из машины сейчас позвонят? Да, хорошо. Сейчас туда отвезу назад. Так, а что ты еще накупил? Ну, просто опять... Ну, я видел там какую-то куртку модную зря. Да, ну, это да, куртка очень хорошая, кстати. Легкая ветровка. Что? А, кстати, каяк вот сделан в Канаде, написано, не китай. Не китай, да? Это хорошо. Вот. Отличная куртка, она... Ну, как, ветровочка от дождя. И сколько такая? 10,5-20. Ну, да, нормально. Нет, вот, смотри, 17 долларов. И труханы, да? Да, труханы отличные, тоже, наверное. Я просто проверяю на качество. Качество просто великое. А, ну, Буффало, это известная фирма Буффало. У меня, по-моему, даже есть. Как Кевель Кляйн, такая же самая цена. Да. И вот, мужские футболки, тут аж 6 штук. 6 штук. 18 долларов, по-моему. Дешево. Ну, ладно, что, едем, поехали. Сейчас, поехали. Поехали, поехали. Ребята, вот, видите, как, если бы не я, Макс бы сейчас купил каяк, на котором он плавать не сможет. Так я тебе говорю, наоборот, что каяк нужен, но это ж не тот каяк, который... У меня такой, что в легкий, маленький, так как раз маленький, чтобы можно было, может, к моему сыну. Так ты просто на нем ни разу не плавал. Это совсем не то, что наши каяки. Это ж внутренние посадки. На нем нельзя как сидеть, так как вот ноги там свесить в воду. В нем надо всегда внутри сидеть. Я понял, но на нем сколько людей плавает. Да, но ноги будут затекать, ты офигеешь. Так, сейчас, пройдем. Так, друзья, ну ладно, видео долгое. Пока отключусь, потом уже запишу. Может, если в Walmart скажут, что там есть каяки, поедем туда. И тогда уже так запишу продолжение. А так обязательно ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока-пока.